Ивановскую область посетила делегация из Чешской Республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом этой страны Владимиром Ремаком. У нашего региона с Чехией тесные и давние связи, как в области культуры, так и образования. На этот раз основной темой визита стала реализация в Вичуге инвестиционного проекта по строительству комбината синтетического волокна. Чешские компании примут непосредственное участие в его реализации, осуществляют поставку оборудования и разработку рабочей документации, будут вести строительство и пуск наладочной работы. Предусмотрено также финансирование инвестпроекта. Общий объем инвестиций только что губернатором названо порядка 25 миллиардов рублей, если я правило помню. Я думаю, что большинство из этого как раз будет линия специально выстроена при помощи Чехословацкого. Тогда еще называется Чехословацкий торговый банк, Чехословацкий обходник банка в сотрудничестве с Российским внешнеэкономбанком. Проект комбината синтетического волокна в городе Вичуг разрабатывается на протяжении пяти лет. И летом этого года, наконец, планируется приступить к его строительству. В сегодняшний день после решения внешнеэкономбанка осталось ряд юридических формальностей. В частности, должна быть выпущена эмиссия акций полиэфирного комплекса, и она должна быть выкуплена инвесторами. С инвесторами я на позапрошенной неделе встречался, то есть их готовность к дальнейшей работе полная. Они сегодня уже начали тратить деньги, то есть около 400 миллионов потрачено, и дальше они должны внести свою долю, это порядка 5 миллиардов, и, пожалуй, с этого момента начнется строительство. Построить комбинат синтетического волокна планируется примерно за три года. В том, чтобы этот момент наступил как можно скорее, заинтересованы все участники важнейшего для нашего региона инвестпроекта. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.